Всем привет, друзья! С вами Нильвгорн, это игра ТРТ, чей мне очень нравится, что вам так же нравится эта игра, как и мне. И продолжаем играть. И на данный момент я заработал 39 тысяч, в принципе, я не сильно напрягался. И почему? Потому что я хотел бы показать некоторые моменты. Очень много предложений было, как заработать еще деньги, кроме как перерабатывать. И вот сегодня несколько предложений таких мы обсудим. Самое первое, практически и самое правильное было, это поставить переработчики блоков. То есть, в данном случае, переработчики каких блоков? А именно, вот такой, допустим, переработчик. Но здесь немножечко он был неправильно установлен. Сейчас мы, наверное, это исправим. Но начнем еще с того, что каким-то магическим образом люди пишут, что, допустим, в геокорповском магазине, то есть, блоки бесконечные, то есть, их можно там бесконечно покупать. Нет, как видите, у них тоже числа есть один, один, как видите, да. То есть, вот магазин, вот этот вот утилизатор я купил. И больше, как видите, следующих утилизаторов не было. Ну, ладно, давайте вот возьмем обрабатывающий. Нет, не обрабатывающий завод. Не знаете, что нужно? Мне вот нужна вот такая вот дыра. Дыра. Так, вот так вот возьмем сейчас и мне бы еще склад, конечно, по-хорошему какой-нибудь вот такой, как здесь. Это вот самый идеальный вариант был бы. Но так как здесь в данный момент такие склады стоят, то мы давайте возьмем, к примеру, попробуем вот такой вот склад. Вот возьмем такой вот. Я не знаю, будет ли он работать, мы сейчас это и проверим. То есть, поставим его здесь, к нему подцепим вот этот вот агрегат. На здоровенный. Вот. Нет. Его бы как-нибудь поинтереснее подцепить, да, ну, то есть, чтобы более-менее вот, вот, идеально. И здесь уже поставим вот эту черную, ой, не черную дыру, а переработчик. И вроде бы, если я сейчас беру вот так вот, кладу здесь блок, он, видите, у него такая анимация появилась, такая как будто примагничивание. И сейчас вот эта штуковина примагнитит вот эту штуковину. Лучше рядышком давайте положим, потому что он, как видели, ударил об себя, что ли. Пыньк. Теперь он ее перерабатывает. Чпоньк. И пошли устройства переработки. И вот, как видите, этот склад не работает. То есть, он не может работать как склад. Вот, как вот такой склад. Ладно, это не беда, но я сразу же вижу другую беду небольшую, да. То есть, смотрите, детали пошли. Пошли и детали. Попробуем вот так вот. А, он и эти детали перерабатывает. А это, кстати, шикарно. Нет, 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 хорош. Этот склад мы сейчас возьмем, потому что, как видите, я немножечко, но буквально чуть-чуть переделал свое устройство. Оно теперь немножко по-другому выглядит. То есть, вот эту вот, эту часть как бы с блоками я поставил вот таким вот образом. То есть, как видели, мы сейчас продавали блоки. То есть, мы еще покупаем, к примеру, к примеру, покупаем переработчик ГСО, утилизатор. Вот так вот. То есть, там, ну, тут склад даже и не нужен, потому что, как видели, они и так работают. Но вот у утилизатора, по-моему, не очень большой размер работы, да. То есть, и просто под него начинаем складывать все блоки, которые здесь присутствуют. То есть, это тоже как вариант заработка. То есть, вполне можно этим пользоваться. Единственное, что рабочая вот часть как бы у этой части, ну, у этого утилизатора, рабочая часть, она не очень большая. И немножечко, как видите, то, что, ну, приходится как-то экономить, что ли, место. Вот перекидываем, перекидываем таким вот образом каждый блок. И, в принципе, как видите, это тоже заработок. Деньги идут. Притом, как видите, единственный, наверное, минус, что здесь нужно более мощный конвейер построить. То есть, поставить линию, по которой будут сразу необрабатанные предметы идти на переработку, а обработанные сразу идти на продажу, грубо говоря. То есть, здесь нужно конвейер немножко промодернизировать и что-то сделать. Если я сейчас, посмотри, если у меня есть все детали, то я прямо сейчас и сделаю. У меня есть один обрабатывающий завод. Интересно, этого будет хватать или нет? Ну, как попробовать можно. Сейчас вернусь. Ну что же, получилось. Устройство работает. То есть, устройство работает, в принципе, нормально. И что же у нас получилось в итоге там? В итоге у нас получилось то, что вот этот блок почему-то не продаётся. Не знаю почему, он даже не поднимается. Ну ладно. Самое главное, что у нас есть переработчик ГСО, у нас есть переработчик Геокорпс. То есть, в данном случае я поставил конвейер, в который складываются уже переработанные блоки. Допустим, блин, от этого я это взял, не знаю. Вот так вот. Допустим, вот так вот мы кидаем сейчас. Сейчас его подберут. То есть, поэтому конвейеру идут блоки, которые уже были переработаны. И, кстати, вот здесь вот так вот. И смотрите, которые уже переработались, они идут дальше. И уже идут, ну, как бы на продажу. А те, которые как бы не промодернизированы, они идут в переработчик. И здесь уже перерабатываются и идут по этой линии. И, то есть, таким образом как бы всё работает. При этом, при всём, ещё мы можем купить вот такой вот блок, собирающий магнит. Он хоть и маленький, но, в принципе, мне будет, в принципе, достаточно. А, нет, он не маленький, он нормальный. Ребята, это шикарно на самом деле. Давайте его где-нибудь вот здесь вот поставим. И, в принципе, я могу собирать таким образом блоки. То есть, вот сейчас вот валяется здесь, пыньк, я, видите, примагнитил. Да, небольшое количество, но, в принципе, этого будет достаточно. То есть, вот манюсенькие блоки, которые как раз-таки мне мешают в какой-то степени. Да, вот их я и смогу насобирать. То есть, не то, что они мне мешают. Они, ну, как бы на карте валяются. И по одному блоку перетаскивать, ну, такое, ребят. Да, то есть, и, в принципе, как видите, вот я могу, не напрягаясь, собирать все эти блоки. Вот, допустим, три собрали. И, кстати, да, вот прям вот так вот я могу подъехать. И сразу они, сразу же переходят в переработчик. И там все начинается перерабатываться. Еще я хотел бы показать. Был один вариант, типа поставить, поставить добывающее устройство. И пускай оно добывается, и там сразу же перерабатывается. И вообще не парится об этом. То есть, имеется в виду шахту, да. То есть, давайте сейчас я вспомню, где я оставил. Я ради эксперимента оставил две шахты, которые будут какое-то время, ну, работать, да. То есть, они довольно-таки уже прилично работают. И посмотрим, что же из этого вышло. Сейчас мне их только найти надо будет. И заодно вот эти все блоки, как видите, вот магниты работают, кстати. Пожалуйста, все шикарно. Блин, вот я серьезно не вижу, в какой стороне-то то, что ночь. То, что ночь, и вот не видно. Как раз-таки, блин, вот этот ковш, он не в тему сейчас. Серьезно, ковш. Ну, ты такой здоровый, что просто до безумия. Он даже не хочет наверх ставиться, заметьте. Воу, отлично. Вот теперь он нормально будет. Так, где-то я оставил шахты. Вон, по-моему, вон они. Вот, кстати, две баски. Как раз-таки, наверное... Воу, 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 воу. Вот это шикарно. А вот это шикарно. Вот это я бы оставил. Так. Отлично. Ну, как видите, магнит работает. Также я подбираю все оставшиеся блоки. Вот. Где-то мы приближаемся. Да, вон они работают. Две мои шахты. Так вот. Во-первых, шахты эти не бесконечные. То есть, на данный момент они уже выработали весь источник. Он исчез. И вот примерно вот такое количество. Вы сами видите, какое количество ресурсов они добыли. Давайте немножко промодернизируем мое устройство. Потому что мне не нравится то, что сзади мигает красным и не чинится. Это не очень правильно. А у меня и... Серьезно. Серьезно. У меня нету. Нету ремонтных полей. Вот это жопа. Реально жопа. По-другому я, извините, но это назвать никак не могу. Нету ремонтных полей. Просто. Ладно. Окей. То есть, вот посмотрите. Выработались... Выработались блоки. Кстати, вот этот вот. Он все-таки мне будет мешать. Блин, а. Как бы мне его так поставить? Давайте его пока сложим сюда. И потому что я вот так вот вожу вот этих... Да что ты. Вот так вот. Потому что я вожу вот таким вот образом. Ну... О, отлично. И давайте все собираем. Вжук. Вжук. Хотя, посмотрите, там еще одно пятнышко невыработанное. Ну-ка. Вот давай-ка вот сюда у тебя поставим. Вот. Нет, смотрите, что... Ну... Вроде бы вот пятно, да, то есть, но... Почему-то оно не хочет работать. Может быть, оно забаговалось, потому что на нем вроде бы как раз-таки и работала она. То есть, в принципе, ну как это понимается, что пятно выработано. Ну вот здесь вот, кстати, вот видите, нету пятна, то есть, оно точно выработано. Но количество ресурсов довольно-таки приличное. Вы сами прекрасно видите, довольно-таки серьезное количество ресурсов добыто. Что здесь еще можно украсть? Ну вот эти кристаллы можно. Давайте их добудем. И, кстати, я себе поставил вот под низ такой вот, видите, пила. То есть, специально ее поставил только для того, чтобы вот, когда я не достаю, хоть она и медленно пилит, но она удобна. Она всего лишь два блока высотой, да, то есть, не четыре блока. И все равно пилит как бы. Но медленно, к сожалению, в данный момент. То есть, я не могу так максимальный ДПС показать. И, блин, вот неудобная скала, потому что со всех сторон получается, что я как бы постоянно... То есть, у меня перед всегда повышен, а его нужно, наоборот, понижать. Это, кстати, можно решить, поставив вот эти колеса. Кстати, это идея. Это идея, и это очень серьезная идея. Мы можем вот так вот эти колеса поставить. То есть, устройство, смотрите, оно сразу у нас нагнулось. Ха! Блин, что-то я до этого сразу-то и не допер. Потрясающе! А вот, вот это круто! Единственное, что... Конечно, и вот эти колеса можно по-хорошему-то опустить, да? То есть, да, блин. Вот так вот. И вот эти вот... Вот. Ну, нет, ну... Ты серьезно? Вот, отлично! Вот! Отлично! Вот это прямо... То есть, лазеры теперь работают на все 100%. Ха! Шикарно! Шикарно! Давайте съездим и сдадим. То есть, как видите... Единственное, только я сейчас буду очень серьезно задевать вот этой пилой. Но, с другой стороны, она теперь-то не нужна. Потому что, ну, как бы, решен вопрос вот этих буров, которые работают теперь в определенном направлении. Ну что ж, теперь нам нужно возвращаться на базу и сдавать ресурсы. И, в принципе, зарабатывать деньги. Я довольно-таки серьезно, кстати, потратился, чтобы построить ту базу. О! Ух ты! А вот это, кстати, интересно. Нет, по-моему, она... Вот тоже, по-моему, источник заглючил, ребят. Серьезно. Источник заглючил, потому что я его выработал за кадром. И это неприятно. Потому что вышло... Вообще вышло обновление, да, на эту игру. Вышло уже новое обновление. Блин, вот разворачиваюсь я теперь медленнее. Вышло обновление. И, ну, оно немножечко, как бы, изменило, конечно, игру. И, в принципе, по-хорошему-то заново начать нужно бы. Чтобы реализовать и найти... Ну, как сказать, чтобы игра работала нормально. А вообще, на самом деле, лучше всего не играть просто на нестабильной версии, как я играю. То есть каждое, любое обновление этой версии нестабильной, оно... Блин, у меня базу расстреливает. Любое... Любое... Мелочь пузатая. То есть любое обновление, оно заставляет вас перезаходить, ну, пересоздавать игру. Это не очень хорошо, но это неправильно, я считаю. Так, давайте вот так вот подъедем сейчас аккуратненько. Блин, вот так вот. Вот так и сдаем все блоки. Сдаем все блоки, которые начинают у нас перерабатываться. Давайте я это все переработаю и посмотрим, сколько я заработал, вот привезя столько блоков. Вот еще сейчас блоки продаются. Ну, где-то примерно я вот заработал 6 тысяч. Но это вот не напрягаясь, да, если бы я не говорил это, ну, не болтал, это заняло бы минут 5 туда-сюда езды. То есть такое. Конечно, еще были варианты такие, как, знаете, зайти, создать в другой игре... Ну, зайти в другую игру, да, создать новую игру. Создать устройство с кабиной и с черной дырой. Сохранить его и зайти в эту игру и начать играть. Ребят, это, конечно, крутой совет. И, в принципе, так по-хорошему-то и надо сделать. Ну, конечно, с одной стороны. Но это неинтересно. Серьезно, это неинтересно. Мне так не нравится играть. И так я играть не хочу. Я хочу именно либо скрафтить, либо собрать те устройства... Купить то устройство, которое я могу себе позволить. Ну, на данный момент, которое у меня есть. То есть это где-нибудь 50-60 тысяч заработать. Это как вариант. Но самое идеальное это было бы скрафтить. Но, с другой стороны, если говорить о крафте, то мне нужно, значит, сейчас тогда делать какое-то устройство, которое должно ехать и добывать блоки. Потому что, в принципе, я... Смотрите, я могу, в принципе, скрафтить. Вот сейчас вот здесь пример. Вот пример. Смотрите. Здесь я поставил еще одно ответвление, в котором добываются уже детали. То есть сюда складываются детали. Берем черную дыру. Вот что у нас здесь нужно. Твердый легкий диск. Допустим, взрывчатые крышечки у меня уже есть. Вон они есть, крутятся. То есть я их уже вытащил. Нулевой расщепитель и твердый легкий диск. Давайте посмотрим. Нулевой расщепитель, твердый диск. Нулевой расщепитель ищем. То есть какие у меня блоки вообще есть? Допустим, вот это есть, да? То есть нет, здесь такого нет. Вот это могу. Это тоже не то, не то. Так, допустим, конвейеры. Это тоже у меня нету. Так, это тоже. Так, вот такая тоже не подходит. Вот. Эдкий электрод, не то, не то. То есть, в принципе, по-хорошему я могу найти, где используется нулевой расщепитель и попытаться его скрафтить. Точнее, попытаться его твердый легкий диск. А не вот эту вот лишь штуковину мне нужно было для производства черной дыры. Да. Вот, смотрите, я уже, уже нашел один предмет. То есть он уже находится в твердом, точнее, в генераторе защитного поля. Давайте берем генератор защитного поля. Любой вот здесь вот, оп. И его вот сюда вот кидаем так вот, оп. Он сейчас у нас идет в переработку. Ресурсы, которые идут именно на переработку, то есть они уходят. И пускай, ладно. И дальше еще черную дыру. Нулевой расщепитель все-таки нужно найти. Нулевой расщепитель. Это уже посложнее, наверное, будет все-таки. Нулевой расщепитель. Это какая-то такая штуковина. Я даже не знаю, в лазере может быть используется что ли. Вот серьезно. Где она может использоваться быть? Быть использована. В принципе, можно попробовать блоки крафта, допустим, то есть вот так вот нам, вот так вот, да? То есть попытаться, допустим, поставить блок крафта. Не то. Геокорпс. То есть крафтить геокорпс предметы. Допустим, вот так сюда это складываем. Посмотрим сейчас. Крафтовый есть механизм? Так, он есть. Фабрикатор геокорпс. Он присутствует. Так, давайте смотрим. Какие у меня предметы есть? Вот эта вот штука есть. Ну вот здесь вот нулевой расщепитель, кстати, присутствует, как видите. И нет, у меня его нет вроде бы. Но я его вроде бы могу купить. Нет, такой штуковины тоже не могу купить. Так, ладно, давайте дальше смотрим. Батарея. Нулевой. Эээ, нулевой расщепитель нет. И магазин тоже нет. Он нулевой. Так, здесь тоже не присутствует. Блин. Ну же. Склад. Батарея так. Здесь тоже не присутствует. Ну и похоже. Ух ты ж. Как. Ну-ка лазер. Странно, что в лазере не используются какие-то механизмы. И серьезно, серьезно. Блин. Ну вот прям мне не везет. Нулевой расщепитель больше где-то не использует. Так, давайте я его еще где-нибудь поищу. Потому что это такой долгий процесс, как видите. Ребят, я нашел. Нулевой расщепитель есть в турбинном пропеллере. Берем турбинный пропеллер. Мы его кидаем в переработку. Это, конечно, дорого. Но пошли, пошла, пошла. Вот этот пружик. Вот он. А, есть, ребятки, да. И здесь давайте заказываем черную дыру. Вот, на мой взгляд, это самый легкий способ. То есть, самый легкий способ попытаться что-то скрасть. Остается вот этот вот предмет найти. Оливое желе. Но я знаю, где его можно найти. Я его до этого и привозил, собственно. Так что я сейчас съезжу, его добуду и вернусь. Все, ребят. Вот вам черная дыра. Готово. Все готово. То есть, я уже ее привез. Я уже ее поставил. Ну, вот я что-то ступанул. Надо было записать процесс. Да, как я ее привез. Как я ее добыл в итоге. Но, сам факт того, что... Как бы вот даже, как видите, вот эти ячейки. Ну, вот эти ресурсы, которые мне нужно было. Вот он присутствует. Так, и что же? Мы смотрим, смотрим, да. Ребят, все ресурсы, которые были до этого. То есть, все ресурсы, которые я до этого запихивал в эту черную дыру. И как раз таки еще и черная дыра. Все здесь осталось. И все нормально. То есть, фух. Это, ну, довольно-таки непривычно, так скажем, было. Да, то есть, вот такой опыт. Но, ну, честно скажу еще раз. Вот, что такое-то прям. Не дают мне развернуться нормально. Еще раз скажу, что, ну, я не... У меня не возникло трудностей, что ли. То есть, есть, конечно, вот способы добычи. Да, но самый простой это вот, наверное, вот... Заработать, наверное, немножечко денег, да. И просто-напросто собрать какие-то блоки, да. То есть, точнее, из блоков собрать компоненты, которые нужны для того, чтобы двигаться дальше. Да, то есть, не для того, чтобы собрать, собственно говоря, черную дыру. Что же будет в следующей серии? Ну, во-первых, в следующей серии будет точно перестройка. То есть, я точно перестрою свое устройство. Его уже нужно будет делать не под добычу, а под... Под исследование, да. То есть, нам... Мне уже нужно будет исследовать территорию. И, конечно же, надо будет для этого постараться, постараться что-то придумать. Какое-то новое устройство. Посмотрим, что из этого всего получится. Посмотрим уже в следующей серии. Так что, ребят, ставьте лайки, если вам понравилось. И не забывайте, что все зависит от вас. Будут ли следующие серии или нет. Всем всего, удачи и пока.